Это новости на Хабар 24. О событиях к этому часу расскажу я Гульна Рыжиндагулова. Касамжумар Тукаев направил поздравления лидерам ряда государств по случаю Дня Победы. В телеграммах президентам и главам правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызской республики, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана президент передал слова благодарности ветеранам и тыловикам. Память казахстанцев, погибших в годы войны, почтили и в столице. Церемония проходила у монумента от Анана. Глава государства возложил цветы и почтил минутой молчания тех, кто не вернулся с полей сражений. После духовой оркестр Республиканской гвардии исполнил государственный гимн, а рота почетного караула прошла торжественным маршем перед верховным главнокомандующим вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла. В завершение церемонии Касамжумар Тукаев поговорил с участниками Великой Отечественной, поздравил их и пожелал крепкого здоровья и мирного неба. В честь Дня Победы госсекретарь Казахстана Ирлан Карин возложил цветы к памятнику пулеметчице Маншук Маметовой. Она первая казахстанская женщина, ставшая героем Советского Союза. Совершив легендарный боевой подвиг, она отдала свою жизнь за победу в 20-летнем возрасте. Именем юной героини названы школы, лицеи, улицы многих городов. Этот монумент в столице высотой более 6 метров установили 4 года назад. Церемония завершилась минутой молчания в память о павших в годы войны. День памяти и уважения фронтовикам также отдал спикер Сената парламента. Маулен Ашимбаев возложил цветы к монументу Баужану Мамушуло. Легендарный военачальник героически проявил себя при обороне Москвы. Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с войны на церемонии возложения цветов с участием спикера Мажелиса Ирлана Хошанова. Она состоялась у памятника казахстанскому летчику Талгату Бегельдинову. Глава правительства Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику снайпера Алии Молдогуловой, которой посмертно была присвоена высшая степень отличия за подвиг под Псковом. Руководитель администрации президента Мурат Муртлеу почтил память наших героев у памятника Рахимжану Кошкарбаеву. В Казалинской области 77-ю весну Победы встречают семь ветеранов. Двое живут в Казалинском районе. Каждый из них героически сражался на полях Великой Отечественной, а после, вернувшись на родину, трудился на благо страны. Сейчас в Казалинском поселке Бекарастанби, где проживает один из ветеранов, находится моя коллега Кристина Алмасхаза. Она с нами на прямой связи. Кристина, расскажите, как чествуют ветеранов? Добрый день, Гульнар. Погода сегодня в районе очень ветреная, очень холодная и дождливая. Но это не мешает отдать дань памяти тем, кого сегодня с нами нет, и чествуют тех ветеранов, которые встречают 77-ю годовщину Победы. На фронт в годы войны из Казалинского района отправились защищать родину около 10 тысяч солдат. Больше половины из них не вернулись. Этот день начался с возложения цветов и минутой молчания у мемориала павших солдат. Один из тех, кому посчастливилось вернуться домой, это Леуберген Тубабергенов. Он принимал участие в освобождении Беларуси, Польши, Чехословакии в победоносном штурме Кёнигсберга и Берлина. Был тяжело ранен, выжил и вновь рвался в бой. Победу солдат встретил в поверженном Берлине. Домой вернулся в сентябре 1947 года и затем посвятил свою жизнь становлению родного района. Еще один свидетель той страшной войны – Кабакс Могулов. Он стремился на фронт с первых дней объявления войны. Но в военкомате тогда парнишку посчитали слишком юным. Повестка в армию пришла в 1942 году. По распределению солдат попал на службу в 3-ю ударную армию под командованием маршала Константина Рокоссовского. Он отличился неимоверным бесстрашием и умением вести за собой бойцов в освободительных боях за Тулу, за город Орел. Вот что вспоминает сам ветеран. Город Орел мы три раза брали и три раза сдавали. Столько наших солдат там погибло, потому что не было у нас сильного оружия. А у немцев был истребитель Мистер Шмидт, который развивал скорость до 1100 км в час. Тогда как наши самолеты – 400-600 км. Было очень тяжело, дорогой ценой, но мы победили. В честь ветерана в районе организована большая праздничная программа. Уже состоялись айты, концерт и различные спортивные состязания. Прямо сейчас в селе Бекарстанби, где мы находимся на местном ипподроме, проводятся республиканские бойги на различные дистанции. В скачках принимают участие около сотни наездников со своими тулпарами не только из Казлардинской, но и также из Туркестанской, Актюбинской, Алматинской областей и города Шимкента. Забег стартует буквально с минуты на минуту. И уже через несколько часов будут известны имена самых быстрых и самых ловких участников. Победителей ждут крупные денежные призы. На этом у меня все. Гульнар, вам слово. Спасибо. Это была Кристина Алмаз Козе из Казлардинской области. Получала несколько ранений, контузию, но до победы выстояла. Это история Раисы Сафоничевой, которая в 40-х ушла добровольцем на фронт, а в 60-х приехала в Казахстан поднимать солену. Здесь и осталась. Сегодня в честь праздника ветеран принимал поздравления и подарки о непростой судьбе фронтового связиста в материале Ирины Панфиловой. Всем, кто заходит в эту комнату, с фотографией улыбается 18-летняя связист Раисочка. Такой Раиса Сафоничева добровольно ушла в 43-м на фронт. Сейчас ей 96 лет, но это по паспорту. В душе она гораздо моложе. Отличное настроение. Это мой праздник. Вот на этот праздник заработала кровью. Я вся изрезана. У меня тут и сзаду все, все. Роняя последняя получила контузии. Бомбежка была. И вот я попала. Меня, кажется, почти с подземли вытаскивали. Из-за всей родни я живучая. Бог ее знает. Аллах бережет. И память у Раисы Егоровны отменная. Хорошо помнит многие детали из страшных 40-х. И даже слова любимой до боли песни. Хмелел солдат, слеза катилась. Слеза необъезженных дорог. А на груди у него светилась. Медаль за город. Будапешт. Эта песня для ветерана особенная. Именно в Венгрии она встретила долгожданную победу. Перед этим хрупкая девушка прошла всю Украину и Румынию. За героизм и отвагу на груди многочисленные награды. В том числе орден Отечественной войны, второй степени и медаль за победу над Германией. Музыки, как и поздравлений у ветерана сегодня было много. Ради нее приехал целый оркестр Министерства обороны. Я хочу ей пожелать, чтобы она жила. Чтобы она видела вот наш такой вот мирный, мирную страну, мирный Казахстан. Хотелось бы, чтобы молодежь приходила, смотрела, слушала ее историю, потому что сейчас их очень мало. Раиса Егоровна, конечно, очень такая позитивная, веселая. Вот уже четыре года, как Раиса Егоровна радует своей улыбкой работников и постояльцев столичного центра социального обслуживания. Здесь для нее второй дом, где ее любят и ценят. По характеру, конечно, она бодренькая, с чувством юмора, очень интересная. Я говорю, если мне начальство сказало, я буду делать. То есть, ну, я имею в виду то, что на праздники выезжает она с большим удовольствием. Сегодняшнего дня тоже она ждала. Каждый день огромное внимание ей уделяется со всех сторон, приезжает, поздравляет. Она сама привела инициативу проживать здесь, потому что у нее жили очень много знакомых здесь постоянно. Медицинские осмотры присутствуют. Конечно же, мы не забываем про нее. Мы постоянно, каждую неделю, в течение недели, несколько раз приезжаем. Очень сильно гордимся ее. Каждое поздравление и букет Раиса Сафоничева принимает с особым трепетом. Слушая любимые сердцу мелодии, улыбается, а порой резко уходит в себя, невольно вспоминая о былом. Как не жалея собственной жизни, ковали победу, жертвовали собой ради будущего потомков. Которым сегодня от связи с Тараисочке главное наподствие. Здоровье, общественность, со всеми общаться хорошо. Чтобы вы продолжали свою жизнь без всяких войн, чтобы войны не было. Ирина Панфилова, Колбек Есим Сиитов, Хабар, 24. Традиционная онлайн-акция победителя Батрларга Тахзам проходит в Казахстане. Она знакомит с героями Великой Отечественной войны, чьи анкеты были присланы потомками ветеранов. Проект поддерживается Министерством информации и общественного развития. Трансляция виртуального шествия ведется на YouTube-канале портала Tengri News. С 9 мая 2014 года опубликовано уже больше 3,5 тысяч историй о тех, кто воевал и ковал победу в тылу. Есть множество случаев, когда родным ветеранам удавалось найти своих близких, связь с которыми была утеряна после войны. В Харькове поздравили ветеранов. Торжественное мероприятие прошло на станции метро, которая еще недавно служила укрытием для мирных граждан. Военнослужащие почтили память погибших. Для ветеранов организовали праздничный концерт. Ситуация в городе между тем остается неспокойной. Как сообщают местные СМИ, по второму по численности города Украины продолжают наносить ракетные удары. Тем временем операция по эвакуации гражданских завода «Азовсталь» в Мариуполе завершилась. Автобусы с последней группой спасенных прибыли в Запорожье. В них 175 человек, 40 из которых вывезли самого предприятия. Эвакуация проводилась в течение последних 10 дней при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста. За это время город смогли покинуть больше 600 мирных жителей. С каждым днем все дальше и дальше. Да, были такие сомнения, что нас не выведут, и мы там останемся навсегда. Я понимала, что я не знаю, живы ли мои родные, что происходит вообще там наверху. То бишь бункер и там наверху. Это очень страшно. Между тем, на комбинате продолжают укрываться бойцы полка «Азов». Накануне они вновь заявили об интенсивных обстрелах предприятия со стороны российских войск. Кремль подобное обвинение не раз отрицал. Идет интенсивный обстрел завода «Азовсталь». Только за прошедшую ночь мы насчитали более 25 самолетов-вылетов, в том числе три стратегических бомбардировщиков, артиллерия, танки, минометы. Мирных жителей эвакуировали в течение трех дней. Мы не можем точно сказать, всех ли вывезли, поскольку здесь нет международной организации или силовой структуры. Мы здесь для жителей Украины и выполняем свой воинский долг. Лидеры стран G7 провели виртуальную встречу с Владимиром Зеленским. Они заявили, что выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины и пообещали Киеву дополнительную военную и экономическую поддержку. В то же время «Большая Семерка» подтвердила готовность и дальше расширять санкции против России. В частности, постепенно отказаться от российских энергоносителей, а также изолировать Москву от ключевых финансовых и прочих услуг. В свою очередь, Зеленский акцентировал внимание на важности финансовой поддержки восстановления Украины. Пока война продолжается, мы нуждаемся в ежемесячной поддержке на уровне от 5 до 7 миллиардов долларов. Когда война завершится, нужно будет восстанавливать разрушенные России более чем на 600 миллиардов долларов США. Это очень много для нашего государства. Это невозможно для Украины, но посильно для вас. И это не просто расходы для вас. Финансовая помощь Украине и помощь с послевоенным восстановлением – это недопущение значительно больших потерь свободного мира в будущем. С незапланированным визитом в Киев прибыл премьер-министр Канады. Джастин Трюдо встретился с Владимиром Зеленским и вновь открыл посольство своей страны в столице Украины. Он сообщил, что выделит 25 миллионов долларов по всемирной продовольственной программе ООН, а также отменит торговые тарифы на импортируемые из Киева товары. В рамках визита Трюдо побывало и в пострадавшем от обстрелов в городе Ирпень. Между тем, российская авиация уничтожила корабль класса «Карвет» в районе Одессы. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства. Всего за сутки ПВО разбили четыре самолета, столько же вертолетов и три беспилотника, сообщил Игорь Коношенков. Кроме того, по данным Минобороны России, 130 военных объектов в Украине поражены оперативно-тактической и армейской авиацией. В течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома Чарона-Глинская в районе населенного пункта Арциз. Также в районе Одессы уничтожен «Карвет» ВМС Украины проекта 1241. И в завершении выпуска казахстанские боксерши узнали имена первых соперниц на чемпионате мира в Турции. Первый из наших спортсменок уже сегодня на ринг выйдет Валентина Хальзова. Завтра свой путь на мировом первенстве начнет Алуа Балкибекова весовой категории до 48 килограммов. В среду в дневной сессии выступят Жайна Щекербекова, Карина Ибрагимова и Аида Абикеева. Вечерний – Надежда Рябец. 12 мая в честь Казахстана выйдут защищать Назым Казабай, Дина Жоломан, Римма Волосенко и Дарига Шакимова. Последними выступят Гульсая Ержан и Лязат Кунгебаева. И на этом пока все. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!